Если бы не дата в этой новости 9 апреля, то я бы подумал, что это первоапрельский розыгрыш, но факт остается фактом. Михалков попросил у Путина помощи в создании конкурента Макдоналдс. Кинорежиссер Никита Михалков и его брат режиссер Андрей Кончаловский намерены создать новую сеть ресторанов быстрого питания, которые составили бы конкуренцию западным сетям фастфуда. На раскрутку идеи, которую поддержал президент России Владимир Путин, требуется всего-навсего почти 1 миллиард рублей, пишет четверг 9 апреля коммерсант. Кончаловский и Михалков, как сообщает издание, направили 16 марта Путину письмо, в котором попросили оказать содействие в создании сети кафе-кулинарии под брендом «Едим дома». Бренд, по информации газеты, принадлежит супруге Кончаловского, актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой. Она же должна стать лицом новой сети. Кулинарии Кончаловский и Михалков предложили совместить с небольшими магазинами. Блюдо для сети предлагается готовить на региональных фабриках-кухнях. При этом меню должно на 30-40% состоять из местных продуктов. Фабрики-кухни, в свою очередь, также будут снабжать питанием социальные учреждения, включая детские дома и интернаты. Цель проекта, как следует из письма, способствование импортозамещению и создание альтернативы западным сетям фастфуда. По расчетам режиссеров, в случае реализации проекта он окупится менее чем за 5 лет. В качестве пилотного проекта Кончаловский и Михалков хотят построить в Московской и Калужской областях две фабрики-кухни, открыть 41 кафе и 91 кулинарию. 24 марта Путин, по информации коммерсанта, поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу рассмотреть проект режиссеров в рамках программы импортозамещения. Как сообщил изданию Источник правительства, 9 апреля у Дворковича состоится совещание с участием представителей Минэкономики, Минпромторга, Минсельхоза, Администрации Московской и Калужских областей, на котором будут рассматриваться проекты Минхалкова и Кончаловского. Существование планов создания национальной сети ресторанов быстрого питания и письма Путину подтвердил в газете Андрей Кончаловский. При этом он выразил мнение, что проект соответствует стратегии поддержки отечественного сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса в целом.